Видео создано при поддержке группы «Токсидермия». Ну всё, финалочка. Аккурат под конец года. Погнали творить. В общем, какая приколюха. Я нашёл маленькие кусочки виниловой плётки, которые не использовал раньше. По-моему, это от трубы остались. Вот, я подумал, что сейчас сделаю так. Я их налеплю, тем самым сформирую ту область, которая не будет закрашиваться. И сделаю такой... Это релекты. Что я сделаю? Я сделаю пятно золотого цвета. Так, а у меня тоже кропалишки остались. Золото. Вот, я, короче, хочу брызнуть сюда. Локально. И потом уберу вот эти трафаретики. И у меня получится... Что-то да получится, короче. Нам, по-моему, будет интересно. Это будет только попа. Я придумал только, как попу оформить. А вот здесь же, вон ещё сколько места. И мне здесь надо будет думать. И я уже, кстати, придумал. Я хочу здесь нарисовать глаза. То есть, вроде как, структура черепа, она нам всем понятна. Но мне хочется её исковеркать. То есть, чтобы был конфликт в башке. Когда ты смотришь на привычную тебе форму черепа, и видишь в ней что-то непривычное. Вот хочу вот так. Короче, сейчас я пойду побрызгаю. И посмотрим, что получится. Нужно слегка припорошить. Чтобы золото незаметно растворилось в основном цвете. Получается нечто похожее на извилины. Такой он на градиенте потом растворяется. И всё. Но, что я заметил, то что этот золотой... Вот я вот так потру немножко, и у меня на пальце чуть-чуть остаётся. И я не хочу, чтобы он не затёрся. Поэтому сейчас вот эту область я покрою лаком. Не знаю, насколько мне потом удобно будет расписывать все исчереп в дальнейшем. Но я хочу оставить этот золотой в том виде, в котором он сейчас есть. Без затёртостей. В этот раз буду юзать такую штуку. Яхный. Шелковисто-матовый. Но я прочитал, тут не написано, что он на кость годится. Но с другой стороны пишут, что накрашенную древесину подойдёт. Поэтому у меня, думаю, никаких проблем не будет. Сейчас леганца накину и дальше буду думать. Ну и, наконец, пришло время заняться зубками. Вот эта фиолетовая краска флуоресцентная. И она, засранка, почему-то разошлась в некоторых местах. Эти трещины я решил замаскировать основным цветом черепа. Забегая вперёд, скажу, что получилось весьма недурно. Изъянов больше не видно. Ну а потом, в какой-то момент, всё пошло не по плану. Камера ни в какую не хотела с нами сотрудничать. И то и дело выключалась. Что-то сложно сегодня. Да плюс я ещё тупил. Да? Да, не говори. Блядь, слушай, сейчас, всё, погоди, я соберусь. Что-то меня сегодня прям мажет. Короче, вскрылся очень неприятный момент. Вот этот вот яхтный лак, которым я сейчас пользовался, он, оказывается, очень долго сохнет. И я не привык просто так долго ждать, поэтому, наверное, в следующий раз я его брать не буду. Тут заявлено 30 минут до отлипания и 3 часа. 3 часа до полного высыхания. В то время как Ultima говорит мне 5-10 минут и час до полного высыхания. То есть тут объективно польза... Ну, бляха, муха, да. А что, он подключился, нет? Пишет? Всё, давай поехали. В то время как Ultima заявляет, что 5-10 минут до отлипа и час до полного высыхания. То есть объективно я выберу эту краску. Какую краску? Лак, ебать. Да. Но я купил новую банку, поэтому я буду пользовать её. Ладно, всё нормально, что-нибудь нарежу там, блядь. Так, всё. Начинается самое интересное. Накидываем основные элементы на череп. Чтобы получилось всё чётенько, юзаю родную трафаретную технику. В этой ситуации аэрозоль уже не канает. Поэтому действуем альтернативным методом. Кусочек губки и акрил. Вариант, кстати, ничем не хуже. Ну, сами посмотрите. Упарывает, не правда ли? Упарывает, не правда ли? Сохнет быстро, держится надёжно. Ну и под конец отсебятина. Использую стикер в роли подписи. Не знаю, насколько долго она проживёт, но лаком я залил по-доброму. Не обошлось и без фишечек. Глазки-то светятся. И зубы тоже. Ну, в общем, вот такая дичь получилась. Неоднозначная, я понимаю. Но всё же. Главная идея в этой черепушке заключается в том, чтобы выйти за грани такого уже восприятия, которое у нас уже устоялось. То есть мы прекрасно понимаем, как выглядит башка собаки, где у неё глаза и где всё остальное находится. И я хотел сделать нечто другое. Хотел из того уже привычного материала слепить нечто другое. И поэтому получилось вот такое вот чудо-юдо, как химера какая-то. Глазки я хотел изначально сделать такие кошачьи. Но получились какие-то такие глазки, как будто рептилии. Я подумал, что вот эта вот часть носа, вот эта вот кость, очень похожа на раздвоенный язык змеи. Но я думаю, ну хули, давай нарисую. Сделал язык, а потом смотрю, вообще на Бабуина похожий. Думаю, вау. Я бы мог, конечно, всё укатать в один какой-нибудь орнамент, но это было бы тупо неинтересно. Мне, по крайней мере. Я не знаю, как бы получилось, но мне хотелось сделать нечто иное. Надеюсь, что у меня вышло. Ну вот и подошёл к концу девятнадцатый. Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает наш канал. Лайками, комментариями и донатиками. Это очень приятно. Вы мотивируете меня двигаться дальше, хоть иногда это бывает и не очень просто. Ну а в честь концовки этой трилогии объявляется конкурс, главным призом которого является вот такая вот симпатичная черепушка норки. Ну и мои наклеечки всем остальным. Чекайте описание, там всё есть. И с Новым годом. С Новым годом.